Ну что ж, хотелось бы на свежие дневные мозги добавить, додать еще интересные политические, политологические обороты, куртуазийные в политике. Но все, мозг перестал думать в бывшем старом контексте, после просмотренного вчера вечером фильма, который называется «Грани войны» или по-другому «Грани безумства, предательства» на этой войне. О предательстве, о сдаче, о котле Дебальцевском, не только Иловайском, естественно. И выходит так, что то, что было до фильма и то, что после просмотренного фильма, это совсем разные миры исчисления, измерения. И пока отказывается розум думать в каком-то контексте, пока он не установит, не уложит, не скалькуляет, пока он не сделает аджастмент этих событий и не переложит уже на новое время. То есть после этого фильма и тарифы, и вся жизнь, в которой оказалась Украина, исчисляется уже после этого фильма. Единственное, что могу добавить, или обращение, или просто оценка российских путиновских террористических войск, это какие же вы гниды, вы ниже не то что человеческого достоинства, вы ниже достоинства шакала, чтобы говорить, что вы люди, там какие-то славяне, какие-то типа православные. Короче, вам, пейсы, предатели, генштабные крысы, навозные, щуры в Украине, сдали Логвинова, но забыли забрать оттуда разведку. Простых пацанов, простых украинцев, простых славян-христиан. И вы, гребаные путиновские, недовойска, гниды, шакалы, черви, вы их обезоруженных, практически без огневого, без никакой-либо, просто люди простые в поле. Из-за того, что гнида, пейсы, их сдали, ушли, оставили самих там, или забыли, или что-то, они остались там сами. И то они держали оборону, повалили гнид вот этих путиновских частично, но остались все-таки в оточении, их окружили, и хладнокровно расстреляли, знущались, били, сбивали, издевались, как угодно, то кто вы после этого? Какие вы войска, какие вы вагнеры, когда вам сдали, вам, вы не смогли даже ее занять, вы не смогли занять эту Украину, вас погнали, как щуров позорных, падл, вам просто из-за того, что пейсы, генштабные крысы сдали позиции, и из-за этого только лишь вы туда и зашли. Даже несмотря на то, что украинская армия была в обмотках, практически без оружия нового, который вам путятина накопливав, накопычивав, копил ноги, эти фонды, шмонды, стабы и мабы, блин, на протяжении многих лет, то тут сразу бойцы пошли в обмотках с примитивными калашами и тому подобное на передок. И то вы не смогли их победить, а заняли только их в окружение, ввели, расстреляли. Только тогда, когда пейсы, эти Рашеновские, вам сдали, сдали Украину ныньку. Гребаные герои, блядь, герои гребаные, едут, рассказывают там в Москве, в Питере, пиарятся, что мы там герои гребаные. Да вам пейсы сдали, а вы подло их, наших бойцов, расстреляли. Не пожалели. Где же ваше, блядь, хваленое, блин, православие? Вот такое православие гундяевское, чмошное. И я в шоке. То есть, нет слов. Что-то ругать, описывать, матом крыть. Вот это крыс генштабных на банковые, которые получают от предательских, пейсовских и тому подобное. Это бесполезно говорить. Это сотрясение воздуха в никуда, в ничто. И после всего этого, вот эти российские кизяки и иная шивота, шакалы-черви, это ж не солдаты, это ж шакалы чистой воды, которым дали в руки оружие. Это даже не советская армия, это даже не совок. Это чистое, путиноское, примитивное, с комплексом путиновского недостоинства, неполноценности, вшивота с оружием. Хуже орангутангов макак. И они что-то вякают еще на Бандеру, на ОУ, на УПА. Да, вы все, даже не все, у вас нет ни мозга, ни достоинства. Россияне должны молиться на ОУН УПА. Хотя бы потому, что в ГУЛАГе они подняли. Кенгирское восстание продержались там неделю, там две. Покуда их танками там людей абсолютно безоруженных не завалили, не расщавылы. Это был пример достоинства человеческой гидности. Чтобы в полном окружении сделать такой подвиг. Это был пример для всех россиян, которых сейчас дрюкают этот олигархат по полной. Эти макаки, червя с баблом дрюкают всю Россию. И она еще что-то вякает на Бандеревцев, на ОУН, на УПА. Я в шоке. Как можно считать победой, достоинством каким-то, то, что вам дали еще после этого расстреливать этих хлопцев, пацанов, бойцов, которые предательством в муках, в кровище лежат там расстрелянные, которых Порошенко оставил. И вы еще их добиваете после этого. Какие же вы мрази. Слов нет. Просто даже найти описание. Это чистые сатанюки. Как вы можете вообще даже мысль допускать, что вы какие-то христиане, а еще тем более православные. То есть путиновским гиенам, гнида-шакалам пейсы продали украинское мясо, сдали его с потрохами, слили за бабки, за выгоду, за черепки дьявола для народа, кинули в ноги. А эти гниды, шакалы, кричат, что это их победа. Это ж какой мразью, каким насекомым, каким червем нужно быть, чтобы такое гнать для всех россиян. Чтобы они и правда думали, что так и было. Что эти гребаные, типа, воины-херои, типа, да, взяли фашистов, типа, бандеровцев. Да вам простые, обычные, даже совковые, советские ветераны плюнули бы в вас за такое херойство. Гниды-шакалы. Существуют только две жизни или лочения жалкого существования. Когда ты знал до предательства и когда ты узнал об этом предательстве и как ты дальше будешь с ним жить или существовать.